красивые длинные шеи невероятная полосатая любовь и кровная вражда восьмая часть planet zoo итак ребята вы наверно видели блин классный стоп-кадр у меня получился я просто нажал на паузу влазил тут по зоопарку а там у меня зебры половина любятся половина дерутся вообще жизнь кипит ладно меньше слов больше дела сегодня у нас в вольер тадам африканский саванный слон слоны уязвимый вид которому постоянно угрожают браконьеры занимающиеся контрабандой слоновой кости кроме того среду обитания этих животных разрушает расширение человеческой деятельности несмотря на все усилия по сохранению вида популяция африканских саванных слонов продолжает убывать местные жители нередко отрицательно относятся к слонам эти гиганты способны легко разрушить сельскохозяйственные угодья ну что ж поделать так не более одного самца не больше 14 самок у нас будет большое стадо так отношения с людьми умеренные можно ли заходить в вольер людям нет но мы попробуем сделать чтобы да так интересные факты бивень африканского слона растут на протяжении всей его жизни взрослого самца они увеличиваются на 7 сантиметров в год слоны самцы регулярно впадают состояние называемая муст период повышенной агрессии вызваны увеличением количества тестостерона в организме ну все понятно класс 4 двухметровый забор им нужен так у нас есть рынок рынок у нас есть я тут кого-то по моему покупал вот девочка у нас еще одна есть мы ее берем замечательно так барьеры класс забора номер 4 в принципе толстое стекло наш выбор как всегда выбери ему наверно побольше метров 14 тогда да будет замечательно все идем по нашей дороге сюда сюда завернем обязательно если что мы как обычно поправим если где-то выйдем за территорию это совершенно не страшно так так отлично почти закончили окей по поводу забора у наших варе вы посмотрите какая красота во первых у нас очень много приходят людей к носорогам ну прям их толпы тут не знаю они видимо очень нравятся ну и носорожкам хорошо они отдыхают гуляют бегают смотрите я поставил вот такой вот зеленый забор красота да да неимоверно но мне сказали спасибо большое что можно внутри забора разместить вот такую вот кирпичную кладку и варе не будут через нее перелазить потому что они не могут за нее зацепиться и выходит так что у нас красивый забор снаружи и неприступный изнутри так давайте посмотрим какое у нас количество по пространству 11000 11000 это хорошо а им нужно если мы допустим делаем слоников штук 12 или 13 ладно пусть 10 будет 8000 у нас 11 но вполне я думаю подойдет и какую инновацию я хочу сюда внести это мы нажимаем редактировать мне еще тут сказали муж плюсики вот так вот ставить у тебя будут дополнительные появляются колонны вот и их уже можно всячески манипулировать короче мы сделаем здесь вот так вот он добавим плюсик нет не сюда сюда нет опять же не сюда вот сюда да вот сюда мы добавляем еще одну секцию вот таким образом увеличиваем и здесь мы уже поставим транспортную систему у нас будет стоять вот такой вот safari мобиль да можно было бы поставить вот такой вот зебра мобиль но мне не нравится он какой-то ну слишком детский поезд у нас довольно таки большой для этого вольера он совершенно не нужен что касается вот этих монорельсов блин тоже вопрос спорный очень много вот этих балок будут и они наверное некрасивые а вот сафари мне кажется подходит самый раз так safari мобиль здравствуйте надо ровненько надо чтобы у нас все ровненько было без этого ровненько вообще некуда все мы ставим safari мобиль он пока не разрешает нам продолжить трассу дальше но с этим мы справляемся так где у нас вольеры барьеры мы берем вот стеклянный транспортный шлюз есть невероятно классная вещь такая из ты и ставишь слишком близко то остановки вот эти вот для входа и выхода у нас могут не установиться так это мы вот так делаем соединение с дорогой здрасте вот я тебе о чем и говорил нифига не работает давать ее подвинем еще чуть-чуть подальше блин мы не можем да вот наконец-то наконец-то свершилось вот приходится знаете прям по миллиметру это все дело двигать чтобы она зацепилась так чё хотел я хотел еще так попробовать подвинуть да чуть-чуть уменьшить вот так хорошо чтобы она у нас совсем ровненько было вот так вот да все замечательно вот это он это у нас я так понимаю простая дорога мы ее сейчас поставим так да здесь оказалось все намного проще так давай будем пробовать вот так вот раз ставим вот так вот 2 оставим теперь что касается дороги дорога у нас вот цепляться ты не хочешь да почему ты не хочешь цепляться к забору нужно наверное его подальше ставить да как минимум вот до сюда более ну шо такое почему вы мне постоянно не даете делать так как я хочу и здесь тоже вот так вот 2 ну-ка давай пробуем сначала будем пробовать а потом будем разбираться с этим всем делом да есть вот зацепить смотрим за коннектили отлично отлично дорога у нас будет небольшая небольшая это наверно не очень хорошо придется нам наверно вольер еще увеличить так давайте зацепим сначала еще с задней стороны да вот цепляется все отлично надо станцию блин нос что-то какая-то огроменная даже получается а мы можем если вот это все дело подтянем она у нас не будет доработать ну по идее как должно хорошо если мало так вот сделаем давай попробуем закольцевать ее сейчас и какие-нибудь испытания небольшие на этом всем деле проведем так станция номер один нет 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 там где вот давай мы ее просто по-быстрому как-нибудь закольцуем потом лишнее мы конечно по убираем она нам не надо вот чтобы мы хотя бы могли какие-то испытания проводить потому что я еще никогда такое не строил ну-ка смотрим нам нужно понять вообще как это все дело работает ладно но у нас все работает давайте я сейчас проложу как-нибудь дорожку и продолжим итак дорогие друзья у нас получился вот такой вольер предварительно он будет выглядеть таким образом то есть мы смотрим с вами как мы смотрим завтрашний день правильно и возможно у нас появится еще вольер вот с этой стороны где будет проходить наша дорога просто мне не хотелось чтобы вольер у слонов был усеян везде вот этими железнодорожными путями поэтому я сделал вот таким образом думаю что смотрится аккуратненько и людям будет нравится здесь мы это дело все украсим так слоники сразу им даем таблеточки я увидел что это можно сделать прям из менюшки так переместить пожалуйста сюда нам его а у нас кстати стали ездить вагонетки смотрите чё вот таким образом это выглядит мне кажется склон у нас большеват конечно получается здесь с элементами на американских горок но в целом если мы здесь с вами поставим еще вольеры то будет очень классно ну и на слоников можно смотреть ого большой какой привет теперь вы наши друзья я вас поздравляю машины не сбивает это хорошо это большой плюс объект сломан чё за объект на она это у нас такое мелкие мелочи так давайте делать слоников счастливыми посмотрим что они хотят что они любят нажмем на паузу чтобы они не сильно нервничали так обогащение среды понятно сначала давайте смотреть по ландшафт вам нужно укрытие по вольеру им хватает им нужно еще воды на накопать триста семьдесят метров давайте давайте добавим вам водички я вообще люблю это дело так копаем прям можно побольше да вам я так понимаю побольше поглубже так надо как-то аккуратненько это все триста семьдесят я на глаз конечно не отмерю но мне кажется вот этого будет достаточно так и сглаживание сделать нужно размер чуть чуть поменьше от пятерочка пойдет и чуть-чуть загладить чтобы они могли спокойно отсюда выползать отлично вот это место мы еще наверно приподнимем да слегка давайте вот так вот сделаем чтобы склон был такой пологий они сильно ноги свои не напрягали так вот так мне кажется будет замечательно можно здесь даже чуть поменьше сделать так и опять сглаживание пом-пом-пом вот так замечательно так мы берем воду побольше и смотрим у нас воды нифига себе водное пространство тысяча триста же получилось но и хорошо главное чтобы вам ребята нравилось так давайте дальше смотреть растения блин у них все хорошо покрытие им тоже все нравится ну что такое а где так во высокая трава высокой травы много хорошо вот это хорошо вот так вот хорошо земля теперь вам нужно землю мы сделаем в том месте где вы будете спать вы не будете спать здесь потому что ну блин у нас тут машинки ездят это наверное вам не очень комфортно будет а вот здесь мне кажется будет самое она давайте побольше вот так вот добавим так отлично и вот здесь вот что они выходят из воды и немножко травку вытаптывают так все замечательно давайте быстро нажмем вкл вода обновиться у нас вот здесь вот что водного пространства хватает да замечательно окей так вам теперь ребята нужно укрытие это у нас кто это же у нас саванный слон да по моему африканский саванный слон давайте смотреть по вольерам мы выбираем фильтр вид африканский саванный слон о много у вас всякого это классно так выглядит новый свет укрытия блин прикольно но большое да а это как уже рафиков у нас стоит но чуть поменьше но для десяти наверное будет маловат давайте у него здесь выход сейчас я уберу эту штуку у нее здесь принципе выход с четырех сторон мы поставим наверное вот так вот прям прям так вот поставим да вот здесь шикарно шикарно смотрится но блин я наверное не той стороной поставил все-таки к воде будет получше так покрутить да вот так вот к воде вам будет лучше не то нажимаем вольер и давайте смотреть грязевая ванна грязевая ванна должна быть где-то вот здесь вот чтобы они вышли из водички и опять и из валялись в грязи так кормушка для еды мы поставим парочку вот здесь чтобы они подходили ели и когда ты проезжаешь на нашей вагонетке этой ты видел что ребята трапезничают поставим еще одну вот здесь так рядышком обязательно нам нужно воду так вода сюда и вода сюда наверно добавим так дальше 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 валики давайте поставим пару валиков вот так вот кормушка разбрасыватель так есть еще вот такая вот штука мы и давайте вот сюда влепим это чтоб кормушка бочка подвешена до кеглям кегли обязательно мы без кегли вообще никуда не ходим охладитель но охладитель нам наверно не нужен о нас есть вот такая водопадная штука давайте мы поставим одну вот сюда и одну поставим вот сюда чтобы наши слоники выходили их поливала водой но либо либо нет одну наверно поставим здесь одну поставим где-нибудь я даже не знаю давайте вот здесь вот поставим вот так вот так это у нас водопады миск с водой это нам не нужно нагревательная я не знаю но возможно тоже он нам не нужен по температуре мы конечно посмотрим так поставим фонтанчики разбрызгивать или кстати вот это чё то тоже неплохая но ладно раз уж мы везде ставим новый свет пусть у нас будет везде новый свет а это прям огромный ангар да нет так мячики обязательно большую шину но блин по большей шине не знаю чуть не видел что в ней вообще играл кто-нибудь но и наверное хватит так спальное место большое листья слоников у нас будет штук 10 до так а я могу внутрь попасть как-нибудь да спасибо так слоников будет 10 мы сейчас как-нибудь им расположим спальные места так 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 ну не знаю насколько им будет здесь хорошо но место по крайней мере много и есть где спрятаться ой голос у меня что-то сегодня не к черту у нас стало холоднее и я видимо немножко простыл я постоянно в какой-то простуженной ситуации нахожусь постоянно что-то сопливлю не знаю надо надо витаминки на на какие-то попить так но в принципе получается все да давайте мы включим посмотрим благополучие все хорошо у них так по ландшафту вам все нравится по окружению тени нравится американский клюн в жопу его не нужен нам этот американский клюн здесь у вас вообще все хорошо у вас очень много игрушек даже больше чем вам хотелось бы так здесь взрослые особи невзрослые тоже все хорошо давайте посмотрим сразу по еде добавим им третий класс 14000 за одно кормление долларов мы тратим и представляете да я не знаю кто вообще так в мире ест а вот они будут смотрите у нас есть вот такой вот водопаде классная не буду так вот выходить из водички и будет немножко поливать да все хорошо но они любят они любят прям вот эти вот всякие водные маневры смотри какой классный хобот вытащил короче чтобы дышать и все ловите меня семеро прикольно так слишком долго находится в контейнере а это кто у нас почему у нас тут обезьяна закрыта а почему они у нас все здесь я не понял у нас какой-то форс-мажор видимо нам закинули всех обезьян сюда в одно место так выпустить всех животных из контейнеров ну конечно что вообще тут делаете непонятно так давайте займемся деревьями просто так наверное им будет скучновато хотя по всем показателям у них вроде все хорошо да по температур кинок покажите мне температура от 8 до 44 градусов у нас получается сейчас 26 градусов поэтому но тип должно быть все хорошо так фильтр биом так биом пустыня и лога так давайте смотреть но здесь я так понимаю что то в виде баобабов должно быть на просто все хотел баобаб поставить так а здесь нет это что такое он болен я постоянно забываю убирать вам фильтр он в глаза бросается некрасиво так где где что-нибудь интересно ребят большие люди нибудь деревья или не или нету в пустыне и в лугах больших деревьев вот тоже другое дело но подождите нам же нужно мнение эксперта вдруг ему не нравится нет африканская крученая нравится ему акация акация крученая африканская его устраивает это хорошо давай мы еще поставим смотри прикольно в грязи ложка и царь и но вам ребята должно нравиться не знаю так давайте поставим деревца еще одну вот здесь одно куда-нибудь вот сюда чаще есть такое большое вот они баобабы шикарные баобабы мне кажется в баобабах вообще вот если я жил где-то в африке я бы жил в баобабе я правда не знаю но мне кажется вот если ты такой находишь в нем можно продолбить себе дом но типа двери пару окошек и в нем тусоваться наверное круто было бы так вот сюда еще наверно мы один поставим да но этот высокий а это что такое чуть поменьше улучшуся сохранение видимо было так да давайте его вот здесь вот поставим он как раз будет закрывать дорогу она у нас не очень приглядная получилось но зато она у нас есть так она бабы на баобабы вы не ругаетесь не ругаетесь это хорошо чудо дычу есть кактусики если вы не будете колодца я наверное вам поставлю это что такое виноград культурный красный прикольно так у нас есть еще пальмы красивые а вы на них не ругаться не будете гавайская да давайте я вам пальмы вот так вот поставлю мне прям очень нравится когда есть пальмы так а эти арки мы сможем же вот так вот поставить да чтобы вход типа был красивым да давай одну поставим на вход одну поставим на выход плюс к этому всему мы посмотрим какие-нибудь а это чё такое нет такое нам не пойдет такое нам не пойдет такое нам не нравится вот цветочки какие-то есть да да кстати неплохие я именно верно вот так вот здесь высажу у нас будет цветочная клумба так так не знаю конечно насколько их много но выглядит уже вроде посимпатичней так что у нас еще есть такое такое эдакое так вот еще какие-то такие цветочки ну ладно давай вот так вот по капельке добавим так ну не знаю пока мы оставим наверное таким образом я придумал какую-нибудь конструкцию сверху и в следующей части нам вам обязательно это все дело покажу так следующее что я бы хотел это мы берем вольер кстати вот здесь вот здесь мы это перенесем мы перенесем давайте к вам сюда поближе и вот это наверное мы тоже перекинем чтобы вот так вот было а вот с этой стороны вольер барьер ворота для посетителей они у нас носорогами прокатили эти ворота мы сейчас будем пробовать с вами сделать чтобы они еще работали на слонах так вот поменять и вот так все хорошо ворота для посетителей да смотри они работают берем дорожку дорожку вольерную где она у нас тут была дорожка для персонала для очереди нет вот обычная дорожка мы и делали по моему пятерочка да да пятерочка на в принципе подойдет на длину можно вот нет длину давайте сначала типа самую минимальную поставим вот так вот да здесь мы ее загибаем и вот здесь продолжим вдоль вольера блин слоны нас наверное 1 хрень отчет но это уже будет второй уровень так природа природа природа-природа камни берем камни и пытаемся построить какую-то защиту барьерную вот от наших слоников но чтобы люди могли заходить сюда все одинаково ух кого огромное это уже красный да какие-то пошли да это красный красный нам не нужны мы выбираем только из вот этих вот но это мы можем немножечко утопить так здесь моего повернем и вот сюда добавим такой же так этот повернем и чуть-чуть повыше вот так вот мне кажется мне кажется такого ограждения нам будет достаточно да возможно да но мы возьмем еще деревья какие-нибудь давай посмотрим что у нас есть по деревьям поди деревья какие-нибудь кустарниковые или пальмочки на пальмочки нет в принципе вот эта штука сейчас вот я достал мне тут понравилось да а мы сможем сюда вот как-то как-то аккуратненько аккуратненько мамы и сможем вот так вот смотри опа да она у нас туда влезла есть место дает тень и на дорогу и закрывает наших посетителей которые будут приходить в тени получается наблюдать ну конечно не все в тени но смотри как шикарно смотрится то смотри как смотрится ты бы хотел в такой зоопарк кайф мне кажется очень уютно получается но конечно не идеал можно здесь еще наворачивать и наворачивать и думаю мы этим будем заниматься так давайте нажмем play посмотрим вообще насколько они рады и будут ли приходить туда люди так почему-то на нашей вагонетке пока никого не катается почему меня это расстраивает я все сделал правильно подожди какое испытание все открываем уже гранд опенинг велкам я что-то не понял но у нас катается катается я блин расстраиваюсь и оказывается можно и не расстраиваться можно и и просто открыть да правильно блин у нас еще и тому очередь скоро образуется смотрите чё на 1 на еще будет вагонеток добавить но в целом как аттракцион мне кажется классно смотрится нет нужно его только пониже сделать да потому что слишком высоко людей поднимает вольер со слонами я надеюсь самим слоником от этого не дискомфортно я постарался подальше по вольеру провести вот эти вот все смотри смотри он смотрит на меня он смотрит на меня да маршрут конечно он спорный но если мы достроим вольер по вот эту сторону и то есть человек будет заходить как бы в один но проезжает через нескольких животных будет довольно таки классно это что такое это что такое где кусок забора о боже видели да он просто взял и вышел так экстренно его конечно отловить а почему куска забора нет я не понял вообще так давайте поставим его вот кусок забора или или что это такое а он разбил его он разбил этот кусок забора или он у нас развалился подождите может механиков не хватает ну ладно с этим я буду сейчас разбираться в следующей серии вам все обязательно покажу и на вот этой вот невероятной ноте побега побега нашего слона мы наверное закончим спасибо тебе дорогой друг что смотрел не забывай подписываться ставить комментарии лайки всего тебе хорошего пока